Радио Теус Слушатели, сегодня с вами, как всегда, формула семьи в два часа по будням по московскому времени. Сегодня у нас 14 июня 2016 года, полмесяца первого летнего месяца прошло. Говорю я это с грустью и с сожалением, потому что в Москве всё время лил дождь, почти весь июнь, который сейчас лил дождь. Сегодня с нами в студии Татьяна Горбачёва. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день. И мы будем говорить на тему, которая относится к празднику, который Россия отмечала вот на этих выходных. День России. Что это за праздник? Мы подробно анонсировали в социальных сетях. И на прошлом эфире с Сергеем Толоконниковым я тоже озвучивала некую такую историческую справку. Тема такая. Традиции российских семей. Связь поколений. Для меня День России – это день, когда мы можем вспомнить о том, в какой стране живём, и отметить какие-то положительные черты. Поэтому мне хотелось бы сегодня, когда мы говорим о семейных традициях, в контексте семьи мы разговор ведём, поговорить о том, что же у нас есть замечательного, что же у нас есть хорошего. И я хотела бы начать этот разговор с темой, что одной из самых прекрасных черт, как я считаю, в нашей российской традиции – это является связанность поколений. Что всё-таки у нас семьи достаточно тесно живут друг с другом. То есть практически каждый человек знает свою бабушку и дедушку, даже знает какие-то истории с жизнью их, возможно, знает прабабушка, прадедушка по историям, которые рассказывают. И недавно мы проводили курс по системе семейной терапии и рисовали генограммы. Это такая специальная схема, которая отражает, кто у вас был в семье, сколько было. Генеалогическое древо? Это не совсем генеалогическое древо. Генограмма больше для консультирования. Она отражает не только, что происходило, но и вид отношений, который происходил между всеми людьми в этой семье. То есть это такая специфическая штука, которая используется для консультантов. Но она во многом пересекается в генеалогии, происхождении. И когда рисуют семейное древо, то это одна из частей генограммы. И для меня было удивительно, когда я слушала презентации студентов, что почти каждый из них говорил о том, что меня воспитал бабушка. Это были мужчины и женщины, люди разного возраста. И все объясняли это тем, что родители были заняты. У кого-то папы не было, мама работала. У кого-то был и папа, и мама, которые работали. Но наибольшее влияние, наибольшую воспитательную функцию привнесла бабушка. Для меня это было просто, можно сказать, я никогда не думала, что бабушки столь влиятельны в наших семьях. Конечно, это очень небольшая выборка каких-то определенных людей. Но тем не менее я могу сказать, что это почти норма. Если рождается малыш, и маме нужно уходить на работу, то первый человек, к кому обращаются за помощью, это бабушка. И почти во многих процентах бабушка говорит «да». Некоторые бабушки даже специально готовятся и уходят на пенсию специально, потому что у меня родится внук, я хочу это время посвятить ему. А то у меня мама такая. Она говорит «Ну давайте, давайте уже, родите мне внука, потом можете идти работать, делать что хотите, я с ним сама буду». Я говорю «Мама, ты обо мне нет, не думаешь?» Ну как бы я тоже хочу принимать участие в воспитании своего собственного ребёнка. Нет, зачем? Это опционально, да. Да, конечно. Но тем не менее вот эта тесная связь бабушек, внуков и внучек, она и дедушек, конечно, тоже внуков и внучек, она очевидна. Эти поколения дружат. То есть если они непосредственно связаны проживанием в одной квартире, которая иногда бывает не столь прекрасно, как со стороны это смотрится, то это где-то житьё неподалёку, или бабушки, или молодые ездят. То есть эта связь достаточно сильная. Если мы смотрим по сравнению с многими западными странами, там, конечно, автономность молодёжи намного больше, чем у нас. Связано ли это с финансовым больше независимостью, или с тем, что у них есть просто возможность по достаточно сходной цене арендовать жильё самостоятельно? Это возможно. Но там, как правило, взрослеющий ребёнок идёт в колледж или в институт, и при этом он уже отделяется от семьи. Он воспринимается как взрослый, как тот, который отвечает за себя финансово, отвечает за себя юридически, ну и так далее. То есть я могу сказать, что у нас всё-таки ещё не до такой степени это влияние нас настигло, чтобы молодые люди выпускаются из школы, говорили «до свидания», и с радостью уезжали куда-то там, я не знаю, в Караганду учиться. Вопрос, возраст людей, которые выпускаются, соответственно, из школы и поступают в колледжи на Западе, в Америке какой? Ну там немножко постарше, потому что это, как правило, там 12-летнее обучение, ну даже если это 18 лет. То есть 17-18 лет примерно? Ну даже если 19. То есть это всё равно достаточно рано для нас. Мы ещё считаем, что вот как же ребёнок. Ну конечно, некоторые бабушки перебарщивают и говорят, что пока мой сын не выйдет на пенсию, я буду упасти, да? Это уже другая крайность. Ох, вот. Но тем не менее, я могу сказать, что достаточно связано. Мы живём, и я хотела бы поговорить о положительной стороне этого вопроса. Потому что всё-таки, всё-таки семья, она развивается в протяжении какого-то времени. И если бабушки и дедушки столь близко живут с молодой семьёй и участвуют в воспитании внуков почти каждодневно, то многие ценности переходят от бабушек и дедушки. Рассказы о том, что происходило. Вот сейчас прекрасная акция была «Бессмертный полк». Это была возможность для всех ветеранов, переживших войну, рассказать, что они помнят, да? Как они прожили это время. И, конечно, конечно, это очень сильное влияние. Исследование показывает, что те внуки, которые выросли под воздействием бабушки и дедушки, да, ну или вместе жили с бабушкой и дедушкой, имеют гораздо больше творческий потенциал, чем родители. Мы уже, по-моему, это говорили, да? Потому что родители строжат. Для родителей важно установить определённые правила, в которых ребёнок будет действовать. И родители, так они олицетворяют собой закон дома. Вот бабушки и дедушки немножко по-другому к этому делу подходят. Они более свободны, они больше позволяют внукам. И поэтому, конечно, творчество, оно естественным образом развивается в свободе. Я правильно понимаю, что бабушки и дедушки, они, так скажем, проделывают работу над ошибками, когда сидят с внуками, потому что они вспоминают, как они воспитывали своих детей и знают, что уже допускать нельзя. Собственно, поэтому любви в 10 раз может быть больше, чем строгости и закона, каких-то дозволений больше и так далее, и так далее. А с одной стороны, да, конечно, мы не можем этого отрицать. И были какие-то промахи, и очень многие бабушки и дедушки говорят, что я зря был такой строгий. Но ведь это же не только связано с тем, что люди делают выводы из того, что они... Но ведь ещё есть влияние времени. Когда человек, как правило, воспитывает внуков, он уже, скорее всего, на пенсии. У него амбициозные планы по изменению общества уже закончились в своей работе, остались где-то позади. И оценивая свою жизнь, он начинает думать, а что вот самое ценное, вообще говоря, я сделал в этой жизни. И очень многие приходят к выводу, что на самом деле это вовсе не достижение карьеры, да, и не Нобелевские премии. А многие считают, что это моя семья, это мои дети, в которых я вложил, что мог, да. И, безусловно, это внуки. Поэтому фокус вот такого более пожилого, стареющего поколения, там после 60, там пожилые, после 70 называются, да, уже, юные пенсионеры, это в основном, конечно, это, конечно, внуки, да, это, конечно, то, что остаётся после них. Поэтому здесь вот такая вот ситуация, когда в выигрыше оказываются и дети, и когда в выигрыше оказываются бабушки и дедушки. Как правило, это положительный союз такой. Такой вопросочек вам, Татьяна. Вот я так прикидываю, примерно возраст, когда там женщины, мужчины становятся бабушками и дедушками в первый раз, ну, скажем так, с 45 до 50, мне кажется, да? Ну, по-разному. Я знаю семью, которые были очень рано, вступали в браки, то есть вот мама вступила в брак в 17 лет, в 18 родила дочку, её дочка тоже вышла замуж в 17, в 18 родила внука. Ну, это уже в 36 ты уже бабушка. То есть в 36 лет уже бабушка, да. Так что, Элли, будьте готовы, это может случиться гораздо быстрее, чем вы. Мне кажется, для женщины в 36 лет осознавать, что она уже бабушка, это совсем катастрофично. Ну, потому что не клеются эти понятия, эти понятия. Ты в 36, скажем так, женщина в расцвете сил, как Карлсон, значит, у нас мужчина, был в расцвете сил. Значит, будет бабушка в расцвете сил. Это прекрасно. Ну, может быть, немножко это, конечно, рано, она ещё там вся в работе была, эта бабушка конкретная. Вот, но в этом смысле её, её мама ещё была, соответственно, плюс 17, там ещё 60 и не было. Поэтому её мама стала опять выполнять роль только уже не бабушки, а прабабушки. Ну, там это не особо было заметно. Скорее, как раз она в качестве бабушки выступала. Да, да, поэтому, конечно, очень разный возраст в зависимости от того, когда люди женятся. Но если мы сейчас говорим о такой мировой тенденции, что люди всё-таки позже начинают вступать в брак, что это приближается где-то к 30. То есть 30 плюс 30 — это 60 лет, получается. То есть где-то 60 лет. 65-60. Да, люди уже завершают свою карьеру, если они не учёные, конечно, которые до 80. Вот. И начинают больше так заниматься семейными вопросами. Ещё есть к вам маленький вопрос. Не знаю, смотрели или читали, может быть, вы фильм или книгу Павла Санаева «Похраните меня за плинтусом». Это замечательная история, я бы сказала, трагедия, которая рассказывает об отношениях, соответственно, бабушки, внука и дочери. Когда бабушка у дочери отняла внука, и, в принципе, так и происходит его воспитание. Сама дочка там и с алкоголиком каким-то живёт и так далее. Дочку играет, по-моему, Мария Шукшина. Сейчас точно не вспомню, да, кажется, она. Мне кажется, это совет всем слушателям. Посмотрите, как бывает в жизни, и не делайте так. Да, да, очень поучительные иногда бывают истории. Ну, конечно, когда я говорю о том, что есть положительное влияние, это положительное влияние как раз в том, что есть возможность передавать свои ценности, свои взгляды, понимание какое-то определённое, оценку своих событий, да. И это передаётся в семье из поколения в поколение. А то, что иногда бывает неправильно, когда фактически бабушка исполняет роль мамы, то это, конечно, мы не можем отнести ни к положительному влиянию. Поэтому нам нужно учитывать, что мы сегодня стараемся в честь Дня России говорить о положительном влиянии, да, но в любом явлении есть вещи, которые выходят за рамки положительной и становятся отрицательными. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Ваши сообщения вы можете присылать через сайт radio-teus.ru С вами «Формула семьи». Сегодня 14 июня, вторник. Татьяна Горбачева в студии. Татьяна, у нас есть сообщение. Напомню нашим радиослушателям тему. Тема такая. «Традиции российских семей. Связь поколений». Говорим про поколения бабушки, дочки, внучки и также по мужской линии. Пишет нам Галина из Москвы. «День добрый. Очень приятно вас видеть и слышать. Необычная жизненная тема. Меня она коснулась. Я бабушка. С нами живет внучка Дарья. Шесть лет. Она в развитии опережает на пять лет своих сверстников». Внезапно. «С ней очень интересно. И, конечно, я вкладываю в нее все самое лучшее. Много приходится с ней заниматься. Это доставляет небольшое удовольствие и наслаждение. Мы с мужем ее очень любим. У нас прекрасные отношения». Но у Галины вообще большая семья. Если я правильно сейчас вспомню по предыдущим сообщениям, у нее пять дочек. Так что там огромная-огромная семья. Прекрасно. Вот положительный пример, когда бабушка с внучкой находятся. Да. И я должна сказать, что чаще связанность в семье между поколениями обеспечивают именно женщины. Женщины или дети. То есть это бабушки, которые больше проявляют интересы к тому, чтобы приехать, узнать о чем-то. И, конечно, это дети, вокруг которых строится основная иногда линия взаимодействия. То есть семьи взаимодействуют, потому что нужно какую-то заботу оказать о детях, вырасти, пока они совсем маленькие. Часто бабушки приезжают. Есть традиция, когда ребенок рождается, мама приезжает, чтобы помочь своей дочери или, наоборот, сыну с маленьким совсем ребятенком. Уход со совсем маленькими детьми. Я знаю, бабушки и дедушки часто ходят с колясками, выгуливают эти два часа, которые должен ребенок спать на воздухе. Не у всех мам есть возможность. Я помню из своего опыта, когда я ходила со старшей дочкой с колясками, ходили в основном бабушки и дедушки. И так все было медленно. И один, видимо, папа ходил, потому что у него скорость была приблизительно 10 километров в час. То есть он был молодой, у него было много энергии. Он бежал. И вот он был таким ярким контрастом среди всех медленно прогуливающихся, чинно бабушек, дедушек, мам некоторых. И этот молодой энергичный отец, который ходил и за два круга успевал 10 нарезать на лоржуту колясочному. То есть это было очень-очень любопытно. Есть ещё такая вещь, как бабушкин или дедушкин день. То есть когда молодую маму освобождают от всех забот, она идёт заниматься чем хочет. Ну, часто это бывает. Называется в магазин, скажем так. Да, в магазин, стирка, уборка и так далее, что она не успевает сделать в обычный день. Но может и остаться время на себя и так далее. Это очень большой плюс проживания в непосредственной близости бабушек и дедушек. Я знаю, что многие пытаются купить квартиры где-то рядом. Может быть, даже в том же доме. Но не жить вместе. Потому что когда люди начинают вместе жить, тут возникают другие сложности. Они оказываются слишком близко. Они оказываются непосредственно вовлечёнными. Вот эти две семьи, более старшие, бабушки, дедушки и молодая семья. У них начинаются вот эти разницы в культурах, в темпах. Старшие говорят, куда вы всё время несётесь. Эти говорят, ну что за тормоз? Ну то есть вот очень много... Что за тормоз? Ну, может, по-другому говорят. Почему всё так медленно? Какие-то вот странные эти... Странные понятия, которые есть. То есть сложно двум нуклеарным семьям вместе жить. Особенно, если они различаются по поколениям. Но если это в какой-то непосредственной близости, в том же доме или в том же районе, который не требует там, не знаю, преодоления огромного расстояния, чтобы навести друг друга, то, конечно, от этого выигрывают все. Выигрывает молодёжь, которая может хотя бы немножко времени выкроить от детей, да. Выигрывают бабушки с дедушкой, которые просто вообще удовольствие получают от общения с детьми. И, конечно, дети, потому что у них достаточно широкий круг вот их семьи. Тех людей, которые они любят. И они могут у каждого перенять что-то очень хорошее. Я помню историю из моей жизни детской. Моя бабушка одна была за тысячу километров, по-моему, вторая за семьсот. То есть не ближний свет. На лето, конечно, меня сплавляли, можно так сказать. Это как раз та самая бабушка. у которой полгектара участка. Наши радиослушатели постоянно и в курсе. Вот. И мама, соответственно, девять месяцев в году, ну, за исключением летнего сезона, была со мной как бы всегда. И папа тоже. И всё равно были моменты, когда нужно было меня с кем-то оставить. Вот у нас на девятом этаже жила замечательная бабушка одна. Баба Зоя её звали. Вот она, наверное, заменяла в каких-то случаях мне бабушку, потому что, ну, всё-таки не получается в российском менталитете, в российской традиции в принципе там жить отдельно. Это, наверное, первое поколение, которое вот сейчас там мама в декрет не уходит, с детьми везде приходит и так далее. Вот оно сейчас появляется. В то время, когда я родилась двадцать с лишним лет назад, это вот баба Зоя заменяла мне бабушку. То есть мама могла к ней прийти и сказать, баба Зоя, посидите, мне там надо на работу. Отойти. Да, да, да. И вот так проходило моё детство. Так что, наверное, это была моя третья бабушка. Да, но огромная благодарность вот тем вот бабушкам, которые становятся бабушками, неродным внукам, потому что, конечно, молодёжь очень сильно нуждается в этом времени. Я могу сказать, что у нас при наличии даже двух бабушек. Мы тоже обращались к нашей соседке с помощью, с третьей моей дочкой, потому что всех бабушек не хватало. И она тоже помогала нам водить там на занятия какие-то. Пусть это было совершенно несложно, там два часа в неделю нужно было там куда-то отвезти. Каждой внучке по бабушке. Ну да, но всё равно это очень неоценимая вообще помощь для молодой семьи, которая вот чувствует, что её во все стороны растаскивает, и туда и сюда нужно. Поэтому спасибо большое за бабушкам. Ну, безусловно, в этом есть и какие-то ну, курьёзные моменты. Ну, например, известно бабушке на желание всегда внуков кормить. Вот, и мне очень понравился здесь пост один, что, погостив недельку бабушке, решила, что неплохо было бы ввести статью о растолщении малолетних. Да-да-да, это из серии. Как видят меня бабушка, как видят меня родители, как вижу сама себя я. Родители видят меня там нормально, какой-то красивой девушкой, бабушка видит меня скелетом. Вот это из этой же серии, да, кормить. Да, то есть бабушки всё время хотят накормить, но надо понимать, что таким образом они проявляют свою любовь. В данном случае, когда они, скажем, не очень-то финансово иногда бывают благополучные, не так, чтобы им прям денег было полно, да, времени тоже ограничены. Что? Самое простое, это когда ребёнок приходит, хоть как-то его согреть, дать ему что-нибудь вкусненькое, пирожки сделать или что-то необыкновенное. У меня свекровь, например, варит каши всем, те, которые им нравятся. Я вот никогда не могла вот понять, сколько, то есть все каши есть в ассортименте. Когда ребёнок говорит, что я не буду одно, она говорит, хорошо, вот другая. То есть вот какая изобретательность вообще быть готовым практически к любому выбору, как в ресторане, когда ребёнок сделает. Вот я всё время говорю, вы имейте совесть-то тоже. Вот бабушка же она... Вот, но она говорит, мне нравится это, это то, как я выражаю свою любовь. Поэтому вот... Если всех всё устраивает, то вы счастливая семья. Если всех всё устраивает, да. Вот. Ну и здесь уже, когда уже дети становятся побольше, им нужно говорить о том, чтобы они тоже смотрели за тем, сколько они едят, да. И если больше 10 пирогов уже с капустой, то, наверное, где-то нужно включать тормоз. Потому что потом может быть плохо. Но вместе с тем, это такая тоже приятная часть того, как мы гостим у бабушки. И, наверное, самые вкусные блюда, которые я помню с своего детства, это, конечно, то, что готовила бабушка. Не знаю, как вот у вас. Сложно сказать, потому что я же всё-таки большую часть времени жила с родителями. Но когда приезжаешь к бабушке, особенно это летний сезон, то есть, во-первых, это всё свежее. И вот пироги с ягодами, да. Там ещё у моей бабушки настоящая печка. То есть это дом с печкой. Там раньше ещё были такие вещи, они назывались галанки. Это мини-печки в двух комнатах для отопления. И вот когда в настоящей печке либо каша в чугуне, либо пироги, вот прям... Это совершенно другой вкус, это совершенно всё другое, свежее, вкусное. Это запомнилось. Да, но, наверное, даже сложно его сравнивать с чем-то. Сейчас, правда, есть скороварки, которые пытаются воссоздать вот то, что равномерность температуры, да, там есть. Но просто вот пироги из печки, они, наверное, ни с чем не могут быть вообще сравнены. Настолько они хороши. Больше всего я даже любила не пироги, а лепёшки. Обычные лепёшки из теста с молоком. И вот бабушка ещё сделает такую круглую лепёшку вилками натыкать дырочки. Я, честно говоря, не знаю, зачем именно в таком рецепте вилками тыкать дырочки, но, тем не менее, на это дело. Всё, мне больше ничего не надо было. Это был мой завтрак, обед, мой ужин, моё всё. Это было моё детство. Да. Ну, вот я тоже помню какие-то совершенно необыкновенные пироги, которые никогда не черствели. Я так и не поняла, что там в них входило. Вот сейчас, как хозяйка, я слышу, что там картошку тёртую там добавляют или ещё что-то. Есть какие-то секреты, которые позволяют им храниться просто какое-то необычайное количество времени. Какие-то каши странные, которые мы дома не едим. С топором! Ну, они не то, что с топором, но вот, например, у меня бабушка готовила, странный папа готовила пшённую кашу просто на воде, а потом она елась с молоком, как гречневая. Вот в нашей семье мы так уже не кушали, но, видимо, это вот какая-то деревенская традиция была, тоже было очень вкусно. Очень вкусно, всё свежее, всё прекрасное. Но это воспоминания такие детства. А я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете звонить в прямой эфир, оставлять сообщения на сайте, слушать нас с помощью мобильных приложений. Они доступны в Google Play, в App Store. В общем, всё для вас, дорогие радиослушатели. Видеотрансляции на сайте, на YouTube. Также можете там оставлять сообщения. Будем всё зачитывать. А тема у нас сегодня «Традиции российских семей» «Связь поколений». Она приурочена к Дню России, который мы вот на выходных праздновали. Мы говорили о том, как дружно живут внуки с бабушками. Я хотела бы здесь тоже рассказать, что, конечно, сейчас с технологическими изменениями, которые происходят, часто эти люди живут в разных мирах. То есть бабушки живут тем, как это было у них. Внуки живут порой совсем в другой реальности, в компьютерных играх. И вот ещё один пост, который мне понравился. Бабушка подралась с внуком, доказывая ему, что мышь — это животное, что лайки — это собаки, а ссылки — это про Ленина в Шушенском. Да-да-да, мышь, лайки, собаки. О, да. Разность поколений налицо с нашими гаджетами. Я даже не сначала не врубилась. Я тоже подумала про собак, про животное и так далее. Ну вот. Да, лайки — это собаки, точно, да. И ссылка — это Ленин в Шушенском. И, конечно, когда сталкиваются вот эти люди двух разных культур, мне кажется, здесь уже нужно просто целенаправленно учить терминологию друг друга. Потому что сейчас жизнь стала такой разнообразной, что ты подчас не понимаешь, о чём говорят продвинутые пользователи в виде наших внуков, да. И со стороны бабушек, наверное, полезно задать вопрос, а что это такое ты имеешь в виду, да. Тихонько с мышкой играл, сидел там, внучок, да. Оказывается, он там... Это какое-то есть стихотворение, вредные советы Григория Остера, что внучок говорит, не буду говорить, что я там... Сколько я монстров замочил. Пусть бабушка думает, что я тихонько сидел в уголке и с мышкой играл. Ну вот, конечно, здесь нужно предпринимать какое-то осознанное усилие для того, чтобы понимать друг друга. Потому что действительно сейчас мир разный. И то, что видят наши дети, сильно отличается от того, что видели мы там, или наши родители, бабушки, дедушки. Но с другой стороны, это даёт, мне кажется, огромный простор для творчества. То есть вот те бабушки, которые там в одноклассниках регистрируются, для того, чтобы посмотреть, какая фотография, лучше на памятник, кто больше лайков посмотрит. То есть какие-то совершенно удивительные вещи, которые происходят от того, что одно и второе поколение начинают взаимодействовать. Мои внуки всё время говорят бабушке, которые совершенно немыслимые, мои дети, вернее, говорят, что бабушка у нас вяжет немыслимые красивые вещи, они говорят, давай мы будем продавать их через интернет. Но пока этот проект не реализовался, но я думаю, что он, наверное, чуть-чуть они подрастут, это вполне можно делать. И с одной стороны, бабушка будет довольна, и с другой стороны, кто-то, у кого, может быть, нет такой вяжущей бабушки, получит прекрасные там какие-то шали, необыкновенные пончи и так далее, которыми она у нас нас балует. Но очень в узком таком формате внуков, бабушек. Я вас понимаю прекрасно, потому что моя семья обеспечена шерстяными носками, я не знаю, на поколение вперёд. Для моих детей будущих уже есть прекрасно. Целая кипа вот этих носков. То есть я понимаю, можно, да, выставлять на продажу и заниматься бизнесом. Ну, на самом деле, мне бы такая мысль не пришла, а для моих детей они говорят, а почему нет? Есть целые страницы, значит, в интернете, где люди просто вяжут на заказ, и те, кто хотят шапку, связанную руками, а не китайской производительной машины, пожалуйста, это может быть. То есть вот какие-то неожиданные вещи. Ну и, конечно, кроме усилия того, что нужно понимать друг друга, мне кажется, очень важно, чтобы между поколениями всё-таки были чёткие правила игры. На сообщении от Галины из Москвы очень смешное. Сейчас я переборю свой смех. Я продвинутая бабушка. У меня есть комп, без которого мне никак. Старшая дочка с мужем и детьми живёт в Америке. Общаемся по камере. Для меня весь мир через комп. Очень продвинутая бабушка, Галина всегда у нас смотрит видеотрансляцию, не только нас слушает через интернет, но ещё и видеотрансляцию. Это один из первых постоянных пользователей, который у нас смотрит. Поэтому, да, это замечательно. Я думаю, что этот опыт нужно распространять и присоединять гораздо больше людей. Будет интересно, потому что ваше мнение, Галина, всегда очень своевременно и всё время очень интересно обогащает наши передачи. Спасибо большое. Да, спасибо. И нам пишет также ещё один наш постоянный слушатель Илья из Ялты. Здравствуйте, Илья. Пишет он такое сообщение. Добрый день, Эльвира и Татьяна. Спасибо за интересную тему. Всё-таки, когда дети маленькие, бабушки очень нужны незаменимы, но в меру. Когда я был маленький, мы жили втроём в однокомнатной квартире. Я, мама и бабушка. И хоть и не было такой войны, как в произведении «Похороните меня за плинтусом», вот Илья смотрел, да, это шедевр. Но не просто жить всем вместе со своими характерами и со своими взглядами на воспитание. Сейчас бабушка живёт в своём доме в двух часах езды, и между нами мир, любовь. Соскучились? Приехали. Надоели? Уехали. И всё хорошо. Идеально. Да, два часа езды, да, можно даже чуть-чуть поближе, всё равно это такое вот. Ну, я говорю, что когда ваша связанность поколений, она насильственная, вот, никому не нравится, когда заставляют что-то делать, ему любить друг друга, да, но это естественно, когда мама-дочка, хотя тут тоже бывают войны, да, но когда этот другой человек, этот супруг, да, приходит, он не понимает, почему он должен вот этих всех людей любить и вообще любить то, как они живут, да, как у них чисто, или наоборот, как у них грязно, или как они варят суп, или как они едят, там окрошку, я не знаю. Окрошка — это отдельная тема, я ненавижу окрошку, но все члены моей семьи, причём с одной и с другой стороны, то есть мои родные и мои вот новые родные, все любят её, и обеденный стол, 12 персон, значит, у всех окрошку, у меня пустая тарелка, и все такие на меня смотрят, ну ты попробуй, попробуй, я говорю, я не ем окрошку. Ну, я тоже поддерживаю вас, здесь, наверное, клуб не любителей окрошек, мне просто кажется, что это блюдо, оно родилось, наверное, из-за того, что кто-то опрокинул квас в салат, вот, поэтому я, придерживаясь этого взгляда, просто пью квас отдельно, никого не напрягаю, да, и ем салат как салат, всех устраивает, продукты те же, просто водки, я не хочу это мешать в тарелке, хотя, ну, как бы, понятно, что это всё условно, и, как говорил мой дедушка, разогревая блинчики с творогом, с рыбой на одной сковородке, всё равно всё перемешается, конечно, ну, вот какие-то вещи, просто не хочется мешать, поэтому, конечно, должна быть, почему я говорю, должны быть определённые правила игры, потому что иногда каждый из совершенно лучших побуждений противоречит друг другу, мама из лучших побуждений ребёнка, например, раздевает, чтобы он был закалённый, бабушка из совершенно лучших побуждений его одевает, потому что как же, он же простудится, и это входит в серьёзные противоречия, когда это происходит постоянно, здесь, ну, нужно уметь принимать, наверное, влияние друг друга, что сложно, я, например, целенаправленно возвращаюсь с работы, говорил про себя, самое главное, чтобы дети и бабушка были здоровы и живы, да, все остальные вещи, но они на самом деле не важны, да, ну, кто во что одел, кто чем докормил, если живы, и дети, и бабушка, все счастливы, и они занимаются чем-то, вам совершенно непонятно, это счастье, пусть занимается дальше, не надо вникать, пусть занимается дальше, да, у вас будет время прийти в себя, люди важнее порядка, и отношения важнее правильности, вот, поэтому здесь, здесь нужна мудрость, и мне кажется, очень важно в отношениях, если они слишком близкие для кого-то, всё-таки, чтобы была ясность, чтобы каждый понимал, какова его роль, и какова роль других людей, как-то вот договориться об этом, да, потому что никто никому не должен, если бабушка сидит дома, она вообще говоря, не должна вашего ребёнка обслуживать, вы можете попросить её это сделать, да, вы можете попросить какие-то конкретные действия под отношением к внукам, но это обязанность родителей, обращаться к бабушке с просьбой. Так же и наоборот, если бабушка сидит дома, это не значит, что теперь маму надо отстранить, и пусть она идёт там, работает, или что хочет, Ну, Эля, маме всегда хватит, если можно не бояться, да, или как бы это, это совершенно напрасное опасение, маме хватит, и вообще, и с лихвой, поэтому, я вот иногда, когда оказываюсь в ситуации, у меня просят там бабушки, что мне делать, там, родители никак ребёнка не развивают, хорошо, вот у Галины очень развитая дочь, а у меня не очень развитая дочь, да, а родители вообще не обращают внимания, как же мне помочь, я всё время говорю, это вопрос договорённости, распределите обязанности, кто чего делает, бабушка хочет готовить, рвётся в бой, пусть она готовит, все остальные тогда готовят, там, по случаю праздников, там, или что-то, если они готовят, они тогда с бабушкой говорят, вот я сегодня решила приготовить, там, новое блюдо, это не то, что какие-то заявления друг друга писать, но просто друг другу оведомлять, распределите, потому что две женщины в одном хозяйстве плохо работают вместе, надо распределить обязанности, чтобы вам было понятно, кто чего делает, и быть вежливыми, предельно вежливыми друг другу, лишний раз задать вопрос, лишний раз поблагодарить, потому что эти отношения, они часто рушатся не из-за того, что кто-то к другому плохо относится, а просто из-за бытовых мелочей. Галина нам пишет ещё одно сообщение, да, я с вами согласна, что микроклимат в семье, это очень важно, а вот окрошку я очень люблю, увы, не в нашем клубе вы, Галина. Но мы ничего не имеем против, пожалуйста, наслаждайтесь, мы надеемся, что наконец-то пришло то время, когда можно окрошку есть, что тепло настало, потому что что-то у нас, оно не балует в этом году. Ну и разграничение вот этих вот каких-то полномочий, оно даёт, ну, некоторую свободу, потому что если, например, бабушка готовит, то какое-то время освобождается у мамы для того, чтобы там погулять, сходить с ребёнком, а с другой стороны она может там, скажем, стирать, я не знаю, ну, как у кого, и, конечно, в каждой семье будут какие-то особенности, что бывает с бедой, что часто эти договоренности не проговорены вслух, и каждый понимает, что он делает всё правильно, а потом окажется, что другой не знает об этом, да, или он вмешался во что-то, или нарушил порядок, в котором кастрюли сложены в шкафу, ну, и возникают сложности. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и всё перевернуться в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Мы сегодня с Татьяной говорим о традициях российских семей, а именно о связи поколений. Вот Татьяна перед заставочкой сказала о порядке кастрюль, я знаю историю похуже. В общем, муж заметил, что жена устала от домашних хлопот, обязанностей, и решил ей помочь помыть пол. В общем, жена увидела, как муж моет пол, всё хорошо, одно, но тряпку он споласкивал в унитазе. Да, да. Ну, как бы логика. В общем, иногда, чтобы не навредить, лучше обговорить даже самые глупые, казалось бы, вопросы и нюансы. Да, но и для женщин это важно, понимаете, для мужчины это вообще может быть неважно, он геройский поступок для себя совершил, вот, а то, что тряпка не там выполосочена, то для женщины разрушило всё, весь, всё прекрасный этот поступок, да, или то, что там не закрыл тюбик в ванной. Но, мне кажется, нам нужно учиться к вот такого рода мелочам просто относиться снисходительной, но на самом деле это всё неважно, на самом деле наши отношения, наши отношения с внуками и с бабушками гораздо важнее, чем какие-то определённые порядки, какие бы они ни были, да, и лучше уж там договориться. Я помню, что у нас вот похожая ситуация, как, Эливер, вы описывали, мы на лето приезжаем жить с моей мамой, вот, и казалось бы, что мы друг друга знаем, мы всю жизнь жили вместе, и то, когда появились дети, потребовалось, ну, несколько лет, прежде чем мы пришли к тому, что кто чего делает и как, ну, как бы, как взаимодействовать. А сейчас, когда это вот произошло, когда мы с мамой поговорили, точно решили, кто чего делает, как бы, какие есть подвижки, вот прям, вот конфликтность в два раза уменьшилась. И теперь, если там, я знаю, что мне нужно её попросить что-то дополнительно сделать, или она наоборот говорит, что вот, ты приехала на выходные, всё, меня нет, да, мы друг друга понимаем, что мы работаем как команда, друг друга подменяя, и когда, например, я приезжаю на выходные, бабушка уходит у нас в огород, и бабушка просто ничего по дому, там, по кухне не делает, потому что у нас такая договорённость, и когда все знают правила игры, тогда намного легче жить. Но надо предпринять такое усилие, сесть и обговорить, как, кто взаимодействует. Эти усилия также периодически нужно пересматривать, потому что дети растут, и уход, например, за младенцем месячным и за десятилетним внуком, это разные вещи. Абсолютно. То есть где-то со временем нужно это пересматривать, договариваться. Что ценно? Ценно регулярное общение. То есть должна быть какая-то определённая регулярность. Как вы говорите, один день в неделю приезжает бабушка, да, или семья выезжает, как я знаю, иногда в гости к бабушке, там, по воскресеньям на блины, там, или на пироги, или на что-то. Или раз в месяц, если это дальше куда-то ехать. Но какая-то должна быть регулярность. Безусловно, это сборы на праздники. То есть вот праздники всегда празднуются в контексте семьи. Искать возможность с бабушками, с дедушками вместе, там, Новый год, да, какие-то, дни рождения, какие-то юбилеи, дни свадьбы, ну, разные отмечаются праздники. Я думаю, вот скоро День России тоже будет таким праздником, когда вся семья будет встречать вместе. Ну, вот он прошёл. Да. Ну, вот я не видела какой-то такой вот большой активности, там, не сравнить, наверное, там, с Новым годом. Но со временем этот праздник ещё молодой, я думаю, что он станет таким, что мы будем встречаться и говорить про нашу страну, какая она замечательная. Впереди нас ждёт ещё 8 июля День Семьи, Любви и Верности. Да. Тоже повод собраться. Да, тоже повод собраться и, ну, выразить какие-то слова благодарности друг другу, что вы столько лет уже продержались вместе. Наверное, пусть следующее время будет хорошее. Вот. Ну, и я немножко хочу сказать о том, что сейчас происходит очень много исследований, которые задаются вопросом, что делает семью сильной, что помогает семьям некоторым, даже несмотря на то, что очень сложные судьбы встречаются обстоятельства, быть поддержкой друг для друга, быть опорой друг для друга и, как бы, помогать каждому члену семьи развиваться в своей жизни. И очень многие исследователи говорят, что есть там много факторов, но один из них, который влияет, это то, что у семьи есть определённый способ понимать реальность, определённый способ давать толкование тому, что происходит. Мы вот говорим, что оптимизм сюда тоже относится. Учиться всегда видеть положительную сторону, учиться видеть возможности, а не проблемы. Ой, ну вы знаете, тут не готова спорить, но тем не менее есть одна фраза, которая меня так склоняет, наверное, к пессимистическому взгляду на жизнь, потому что пессимист — это счастливый человек, он либо всегда прав, либо приятно удивлён. Понимаете? Я согласна. Я немножко к другому хочу сказать. Я хочу сказать то, что вот определённый взгляд на вещи, он передаётся в семье, и он передаётся от старшего поколения к детям, от детей. И это то, что может помочь нашему новому колене, детям, и внукам с минимальными потерями проходить по жизни. Потому что всё-таки люди мудрые, как мы уже говорили, они, может быть, к каким-то правилам не столь строго относятся. Они иногда более глубоко понимают, что происходит. Они видели очень много вариантов решения тех же самых семейных задач. И поэтому, если они смогут передать вот эту мудрость, которую они приобрели за свою жизнь, и всё-таки положительный взгляд, и такой задор, что всё получится, всё пройдёт, несмотря на всякие сложности, то это будет очень большим вкладом в развитие следующих поколений. И это происходит никак иначе, кроме как общения. Кроме времени, когда рассказываются истории, временем, когда бабушка делает уроки с ребёнком или бабушка играет в школу с внучкой, а потом, оказывается, она уроки ей делала два месяца. Но неважно. Вот это взаимодействие, оно на самом деле это тот клей, тот фундамент, который помогает следующему поколению подниматься всё выше и выше, становиться всё более сильными и относиться к тому, что происходит в жизни, ну, действительно, с глубиной и с мудростью. Потому что подчас, конечно, молодёжь от каждого ветра её качает, кажется, что это конец света. Вместо пятёрки за сочинение поставили четвёрку, ребёнок готов кончить жить самоубийством. Ну, нет же, нет, есть гораздо более важные вещи. По каждому поводу какие-то расстройства. я всё время говорю, да не надо расстраиваться, ещё будет много, ещё свадьба впереди, да, ещё есть над чём поплакать, да. Нервы ещё понадобятся, ещё будет рождение детей, да, ещё будет много-много развития. А вы тут про оптимистичный взгляд говорите, вот, по-моему, это пессимизм. Нет, мне кажется, что вот как раз, как раз люди, которые прошли жизнь, которые вот, ну, мне кажется, вот сейчас вот тема войны, да, мы уже вроде от неё отошли, которые говорили о том, что жизнь и существование, и даже любовь, и радость возможны даже в таком контексте, даже в контексте боевых действий. Они могут очень много важного, да, для тех поколений, которым ещё жить, которые ещё, ну, не стреляны, которые ещё не видели никаких неприятностей. Тут важно не только передать мудрость, а вот сейчас повторюсь, но тем не менее, нужна мудрость, как передать эту мудрость. То есть можно просто говорить о том, что я вообще-то, тут, понимаешь, с высоты своих лет смотрю, вот, да, мне тут 50, а тебе сколько там, 10, ну, вот о чём вообще говорить? А можно избрать другую позицию, когда ты передаёшь свой опыт, говоря о том, что, ну, вот ты знаешь, я тебе могу оказать поддержку в таких-таких ситуациях, потому что я это тоже всё переживал, и мне когда-то тоже было 15, и мне когда-то было 20, и так далее. Тут подход ещё очень важен. Конечно, конечно, и на самом деле вот здесь, мне кажется, что сейчас старшее поколение, наши бабушки, на самом деле ещё не оправились от того разочарования, которое было после крах Советского Союза, и очень много из их слов, это, ну, они несут в себе разочарование, да, то, что плохо всё получилось, да, вот мы строили, строили, ничего не построили, да, и мне кажется, что надо смотреть глубже, время, да, действительно, время, которое мы жили, оно принесло очень много боли, очень много потерь каких-то, но вместе с тем внуки и дети, и новые какие-то страницы, которые открываются в нашей стране, они дают надежду на будущее, поэтому со стороны, вот, обращаясь, наверное, к более старшему поколению, хочется сказать, делитесь вот этой ценностью, ценностью быть стойкими, ценностью не сдаваться, ценностью оставаться человеком, вот, в самые тяжёлые, самые сложные моменты жизни, это то, чем наша страна всегда была сильна, и хочется, чтобы вот эта вот нота, она имела продолжение, не всё только деньги, не всё только золото, и не всё только... это... Продолжение следует...